Огромное спасибо за то, что пришли. Это очень важно для меня. Это очень важно для правды. Я знаю, что очень плохая погода. И то, что сотни и сотни людей пришли, стояли тут с утра, для меня это... Ну, я этого никогда не забуду, это очень важно. Я хочу сказать, почему отложили сегодняшнее застанье. По простой причине, что на первом застанье, когда судья сказал, что нет никаких наказательств против меня, и все дело фейковое, 11 народных депутатов готовы были поддержать и взять меня на порог. Из этих 11 сейчас 8 в отрезе. Сегодня у нас добавилось еще других нескольких депутатов, 6 или 7. Общая сложность сегодня было 9 депутатов здесь новых. Но новые это новые. А мы не хотели давать им повод использовать отсутствие тех, и они звонили для того, чтобы сказать, ну, их нет, значит, они бы не поддерживают. Давайте мы под домашний арест, пока его засадят. Правильно? Поэтому мы сказали, что можно было их без них рассматривать, а они отказываются без них рассматривать. Если отказываются, что их нет, то давайте на несколько дней отложим. Что произошло вчера? Меня судят по делу по постановлению Краматорского суда. Краматорский суд, оказывается, вынес несколько месяцев тому назад решение про конфискацию полутора миллиардов долларов денег Януковича, который вывел Янукович из Украины с помощью, как там написано в решении, Контаревой и Пасинюка. Пасинюк это личный банкир и карман Порошенко. То есть, как только они увидели решение суда, две фамилии непосредственно связанные с президентом, они засекретили решение суда, их решение суда год было засекречено. И это мы случайно узнали от арабского канала. То есть, по этому делу они мочили набу, они украли вещи, вещи, две штоки набу. По этому же делу они зашли на обыск в мой дом, мою квартиру. По этому же делу они возбудили дело против меня. Оказаться, у них пух, мило пуху полностью, они полностью в этом деле. То есть, я всегда удивлялся, при чем тут я, при чем Янукович, при чем эти деньги, при чем Краматорс. Оказаться, они в этом. И тот же самый прокурор, который вел, ведет дело против меня, товарища, сын другого прокурора, который был, его отец тоже прокурор. Конечно, там у них всегда так. Тот же самый прокурор вел дело по Януковичу, засекретил приговор против Гонтарева и Пасинюкова. Они вывели полтора миллиарда долларов на наших глазах. И более того, пытались по этому делу оболгать всех других. То, что происходит в этом зале, это фарс и не имеет значения никакого отношения к суду. Но мы должны понимать, или они нас, или мы их. И я для того, чтобы защищаться. Я тут для того, чтобы этих прокуроров засудить. Я тут для того, чтобы их обвинять. Они меня не могут ничего обвинить, я ничего не украл, ничего не сделал. Вот ничего у меня нет на себя, не будет никогда. Ничего не прилипало? Никогда. Но они все, начиная от ближайшего окружения президента, заканчивая Луценко, лично, который давал поручение этому выкормящему, говорущему, они все участники большого преступления, большого ограбления Украины. И мы не можем им этого простить. Я буду добиваться правды и Украине, и международном масштабе. Я готов все свои международные связи использовать, чтобы на них наложили персональные санкции, чтобы у них заморозились счета, чтобы эти деньги вернули народу Украины. У них внутри есть крыси. Эти крыси передали эти материалы международным журналистам. В Украине ни одно телевидение не публикует, потому что опасно. И в результате мы получили через арабский канал правду про украинский суд. И про ОПГ, и про Пасинюка, и про всех остальных. Поэтому рано или поздно все становится явным. И давайте против их прокуратуры, мы соединяем свою общественную прокуратуру, против их так званого суда, а этот суд вообще, чтобы понимать, упразднем Порошенко. Суда нет, потому что он своим указом 29 декабря его упразднил. И все судьи сейчас ждут переназначения. Поэтому судьи между молотом и наковальными, то ли меня засудить несправедливо, то есть посадить под арест, то ли не быть назначены. Поэтому они тоже ищут повод, как бы из этого выйти. Потому что будет и здесь настоящий суд, очень скоро. И будут настоящие прокуроры, а не эти члены ОПГ, которые за нами бегают. И не эти зайцы и волки. Настоящие. Настоящие прокуроры, которые будут защищать интересы народа. Порошенко создал компанию ICU, послал туда менеджера Рошена Волка, потом Волка переназначили по настоянию Ахметова в НКРФ. После того, как два члена НКРФ в ноябре отказались голосовать за повышение тарифов, их уволили. Порошенко лично назначил двух новых членов, которые проголосовали. И они провели увеличение тарифов. И компания того же Волка вывела деньги Януковичу. То есть полтора миллиарда долларов украдены Януковичем уже у народа Украины. Выведены. На них выпущены облигации, на которых компания Порошенко лично сделал деньги. Часть из них выдана Костюку, бизнес-партнеру Порошенко по всесхотделам. Через несколько месяцев полтора миллиарда долларов придется возвращать, потому что делалось составление так, что мы проиграем международный арбитраж. То есть один раз украли у народа Украины Янукович, украл полтора миллиарда. Сейчас второй раз Порошенко возьмут из бюджета полтора миллиарда, чтобы вернуть Януковичу, и они эти деньги поделят. Три миллиарда за счет народа Украины. Это только верхушка айсберга. Гораздо больше таких операций выплывает. И главное, что я хочу вас спросить, и сколько мы будем это терпеть? Вот в чем вопрос. И сколько? Мир уже не терпит. Статья за статьей. Осуждение за осуждение. Международный валютный фонд прекратил программы. Евросоюз переострадал программы. На моем суде тут дипломат из Евросоюза. Соединенных Штатов дежурят просто. Каждый раз приходят. Все понимают, что происходит. Все все поняли. Сейчас просто слово за народом Украины. Я лично собираюсь ездить по регионам. Я собираюсь поднять все мои международные связи. И мы должны просто решать, что нам делать. Потому что все все поняли. И все только сейчас смотрят на вас. Я смотрю на вас. Так что давайте, 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 сражаться вперед, полный вперед. У нас все выйдет. И еще раз говорю. Я так говорил перед моим арестом. Я так говорил после лишения гражданства. Со мной или без? Потому что все может быть. Со мной или без? Но мы их все равно параллелируем. Потому что не может быть. Мы разбудили. Мы все вместе разбудили народ. И обстоятельства нам помогают. Правда вышла на поверхность. Сейчас главное не отступайте. Сейчас главное не опускать руки. И со всех наших позиций. И по домашнему аресту. По домашнему аресту. По тюремной камере. Я готов из тюремной камеры сражаться. Потому что нельзя, чтобы неправда победила. Ну нельзя. Добро должно быть перемохать зло. Но это так завжди. В моей жизни иначе не бывает. Так что я на вас поднимаюсь. Тримайтесь. И у нас все выйдет. Дякую вам. Слава Украине. Героям слава. 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 Я молю вас, пожалуйста. Чтобы вы вызвали. Нам чтобы вас были жми.